Здравствуйте, товарищи. Доброе утречко. Здравствуйте. Мы выпьем, как всегда, для начала. Доктор, всего наилучшего всем. Хорошая вам неделя наступающая. Великого поста и минуточку. Сначала с праздником. Во-первых, сегодня прощенное воскресенье. Мы просим у вас прощения за все, что мы сделали уже и сделаем еще. За то, что он вообще есть и каждую неделю портит вам настроение. Поэтому просите нас, пожалуйста. Ты меня прости, дорогой. Не за что в жизни. Хорошо. Я так и знал. Хотя отвечать надо Бог простит. Бог всегда простит. Да. Теперь второе. День Святого Валентина. День Святого Валентина. Поэтому мы, невзирая на полвозраст и религиозную вашу принадлежность, объясняемся вам в любви. Ты их любишь? Ну, скорее всего. А что бы я здесь делал? Я вас всех очень люблю. Я доктор, мне положено. Будьте счастливы. Как-то вот так. Да, скорее всего так. Наконец, сегодня еще какой праздник, я тебе скажу. Блин. Сегодня конец вот этой... Конец. А, ну да. Конец. Сегодня Масленицы конец и наступает пост... Слушай, ты можешь представить конец у Масленицы? Наступает пост. Масленица женского рода. Какой у нее может быть конец? Я тебе объясню. У Масленицы концов ровно столько, сколько почитателей Масленицы. А-а-а. Поэтому индивидуальному концу Масленица каждому почитателю поставляет икру и блины. Я вообще не понимаю, что не ясно. А, это прописано. Это у Масленицы конец. Каждому свой. И наступает великий пост. Правильно? Да. Вот. С чем у вас и поздравляю. С чем вас и поздравляю. И еще раз. И еще раз. Отлично. Так. Но мы вообще не об этом. Теперь мы не об этом. Значит, у нас сегодня тема, которую Андрей гениально задел во время нашего прошлого экскурса в область вампиризма. Я ее толкнул буквально. Он ее толкнул, сказав одну фразу буквально, что очень плохо, когда человек подавляет свои эмоции, вот на базе постоянного подавления эмоций может сформироваться склонность к энергетическому вампиризму. Я за эту фразу уцепился, помню сразу. Думаю, как бы не забыть. И когда мы закончили запись, Андрюша говорил, давай эту тему разобьем. И сделаем специальную программу эмоций и здоровья. Тем более, что я занимался этой темой много лет. У меня есть что сказать. А у Андрюши есть чем возразить. Да, да, да. Чем я не занимался. Я не могу это сказать в объектив. А я могу. Это очень стыдное занятие, которым я не занимался. Да, ладно. Поэтому я не могу. Да. Так вот, прежде чем развивать опять же эту колоссальную тему эмоций и здоровья, которую мы, конечно, опять в одной программе сегодня раскроем, а обратим внимание только на какие-то важные для нас самые главные моменты, я хочу сразу начать, так сказать, с самого конца и порекомендовать вам какую-то литературу для изучения этой темы. Вот на что бы я обратил внимание? На три источника. Первый источник – это трактат «Желтого императора». Хуан Ди, если мне не изменяет память, он переведен на русский язык, его можно купить в магазине или, значит, скачать на просторах интернета. Это великолепная книга. Там заложены основы этого учения, которое потом стало называться «Психосоматика». Далее. Великолепная, на мой взгляд, книга по психосоматике, очень толстая, подробнейший справочник, которую написал прекрасный психолог, психотерапевт и психиатр Малкина-Пых. У него такая фамилия. Слушайте, как она такая фамилия. Да, Малкина-Пых. Называется эта книга «Справочник по психосоматике». У меня просто это вот настольная книга дома, я ее обожаю. И, наконец, третья книга, которая показалась мне очень интересной, это книга Антонио Минагетти «Психосоматика». Вообще Минагетти я не люблю. Он мне так, вообще, как-то, значит, занудлив и так далее. Но, тем не менее, эта книга показалась мне интересной. А мне фамилия не нравится. А тебе фамилия не нравится. А Пых тебе... Пых тебе очень нравится. Да, мне Пых нравится. Да, хорошо. Значит, читаем Минагетти-Пых. Ну, практически. И, значит, Хуан-Ди. Так вот, начинаем. О чем мы хотим сегодня поговорить? Мы хотим сегодня поговорить о квантовой физике. Ой, ел. Да простят меня все гении, которые занимались и занимаются этой наукой до сих пор. И Кибис тоже. Да, и, конечно. Хейфеттс без квантовой физики все равно, что квантовая физика без Хейфеттса. Вот именно. Это совершенно бессмысленная, одно другого лишенная вещь. Нет, чтобы он был здоров. Чтобы он был здоров. И квантовая физика тоже. Это точно. Итак, квантовая физика, она нам говорит, что элементарные частицы, из которых в конечном итоге мы все с вами состоим, и все сущее состоит из них, не являются мельчайшими частицами вещества. То есть, на самом деле, будучи совершенно вещественными созданиями, мы, тем не менее, своих базовых каких-то, на своих базовых уровнях и своих базовых основах из вещества не состоим. А состоим из электромагнитных полей. Матрица ведь. Матрица из неких колебаний, неких частот. До конца здесь пока, конечно, ничего не ясно. Но ясно, еще раз повторю, что элементарная частица не есть мельчайшая частица вещества. Это какая-то другая материя, невещественная. Это некая, скорее всего, электромагнитная поля. Но что же тогда получается? Смотрите, получается, что если болезни наши гнездятся в нашем теле, то получается, что и они не гнездятся в нем изначально. Потому что если тело из вещества не состоит, а состоит из некой другой материи, невещественной природы, а, как принято говорить, полевой природы, да, то и болезнь, корень ее надо искать не в веществе, не в теле, а в чем-то другом. Ну, это практически 50% всех болезней гнездятся, скажем так, не в какой-то конкретной вот сейчас болячке у человека, а, скорее всего, надо копаться где-то глубоко в ее мозгу, и эту болячку он либо благодаря самому себе, либо благодаря своему окружению нажил. Ну вот, нажил. Значит, что значит, благодаря себе или своему окружению нажил или получил, да? Вот китайцы очень давно, значит, видимо, задались этим вопросом, и трактат Желтого Императора Хуанди в какой-то степени раскрывает эту проблему. Почему я говорю в какой-то степени? Потому что, во-первых, когда мы читаем этот трактат, мы читаем не трактат, а перевод на русский, и далеко не все китайские термины могут быть адекватно переведены на русский язык. Значит, во-вторых, и он, очевидно, не полностью раскрыл эту тему, но все-таки истоки, известные нам сегодня, идут от китайцев, оттуда. От Индии очень много, кстати говоря. Но индийские источники мне нравятся меньше, потому что я совершенно ничего не могу понять, когда читаю Упанишады. Ну, совершенно ничего. А в трактате Желтого Императора что-то я все-таки понять могу. Итак, вот китайцы первыми, на мой взгляд, выдвинули идею о том, что поскольку мы не состоим из вещества в своих изначальных базовых каких-то основах, постольку и болезнь гнездится не в веществе, то есть не в теле, а в чем. И китайцы вот выдвинули такую идею энергообмена, да? Они выдвинули идею о том, что человек неотделим от Вселенной, что человек это микрокосм, что человек повторяет основные черты развития Вселенной, а Вселенная повторяет основные черты развития человека. И что самое главное, они сказали, что будет здоров человек или нет, будет он болен или нет, зависит не от состояния тела, а от взаимообмена некими энергиями, некой чин, как сказали китайцы, между человеком и другим человеком, между человеком и другими объектами Вселенной, между человеком и всей Вселенной в целом. Тут можно людям упросить примером, скажем так, это твое нагромождение мудрости, потому что тогда, предположим, вы идете и общаетесь с какими-то родственниками, друзьями, которые вам приятны, потом чувствуете энергетический подъем, вам как бы хорошо, может вы устали до этого, много работали, но пообщавшись с кем-то, или посмотрев хороший фильм или спектакль, получив энергию от них, посчитав хорошую книгу. Это аниматерапия, о которой я говорил, кошка, лошадь, собака, вот они в аниматерапии участвуют, кстати, об этом тоже надо как-нибудь поговорить. Хорошо, да, вот, то есть вы получаете от них некий заряд, вот, и благодаря этому, ну, тут вы срабатываете вампиром, вот, ну, таким, не опасным будем говорить вампиром, вот, и чудесно себя начинаете чувствовать, им становится легче, вот, ваши какие-то проблемы, усталость, там, вот, что-то недостаточность энергии уходит. Точно так же, как вот, поговорив, как говорится, со злой тещей, там, не знаю, там, со злой женой, со злым мужем, наоборот, вы чувствуете себя опустошенным, вас как бы выпили. Теща злой не бывает, это он просто, что он лукас. Ну, со злым хефицем это не имеет значения, вот это вот такая сволочь, вот это вот, дикая сволочь, да, все, что угодно. Понятно, во всем евреи виноваты, о чем говорить. Да, мы-то ведь. Да, так вот, отстраняясь от евреев и возвращаясь к источнику нашей беседы, я-то, собственно, Андрюша даже о другом говорил. Я говорю о том, что китайцы, в принципе, прямо заявляют, что источником болезни человека является привычно испытываемая и подавляемая дурная эмоция. И у них даже в этом трактате «Желтого императора» и Миннегетти это подтверждает, и Малкина Пых это подтверждает. Есть даже таблица, то есть называется эмоция и называются те болезни, которые подавление этой эмоции вызывает. Я могу привести пример, я все помню. Вот смотрите, если говорить об учении китайцев об энергетических меридианах, да, допустим, человек испытывает гнев. Испытывает не одноразово, говорят китайцы, хотя можно умереть и от запредельно сильной одноразовой испытанной эмоции. Регулярно. Но, да, испытывает, как правило, регулярно и подавляет ее в себе. Подавляет. Ну, потому что мы же в обществе все живем, мы же не можем бить по голове палкой всех, кого ненавидим. Например, он ходит на работу, и у него там начальник, ненавидит начальника, ненавидит страну, в которой живет, ненавидит жену, все что угодно, ненавидит себя. Да, вот это чаще бывает, когда человек начинает чувствовать себя неуверенность, ненавидит себя, что он такой. Так вот, гнев. Подавляемый гнев вызывает поражение меридиана печени желчного пузыря, говорят китайцы. То есть, иными словами, переводя на обычный, понятный нам клинический язык, человек, который испытывает и подавляет гнев в привычном каком-то варианте, страдает заболеваниями печени, геморроем, гипертонической болезнью, болезнью Паркинсона, болезнью Альцгеймера, поражением глаз, нарушениями пищеварения, я пытаюсь вспомнить, да, и еще уретритом. Вот это все те болезни, которые вызываются поражением меридиана печени желчного пузыря. Ну, основное, это ЖКТ, то, что ты назвал, так или иначе. Желудочно-крижечный трактор, смотришь, что ты назвал. Ну, видишь, гипертония-то нет. Ну, да. Да. И там еще есть угроза инсульта. Вот. Ну, это все уже может получиться. То есть меридиан всегда больше органа, как говорили китайцы, да? Не надо приравнивать название меридиана к поражениям только этого органа. Ну, это же. Или, например, страх. Человек испытывает страх. Испытывает и подавляет страх. Страх поражает меридиан почек, меридиан мочевого пузыря. Значит, человек, который постоянно испытывает и подавляет страх, страдает заболеваниями почек, заболеваниями половой сферы, заболеваниями ушей, у него страдает волосистая часть головы. Страдает. Ну, а то. Кости, суставы, позвоночник. Следующая эмоция. Человек подавляет в себе плач. Горе, печаль. Ходит с затаенной печалью, носит ее с собой, подавляет. У него поражается меридиан легких толстой кишки. Значит, этот человек страдает заболеваниями легких, носоглотки, заболеваниями кожи, у него вегетососудистая дистония и какие-то заболевания толстой кишки. Далее. Человек, который в жизни не испытывает радости. Вот все, что вы делаете, общение с людьми, работа, жизнь, не приносит вам радости. У вас дефицит радости. Значит, вы поражаете меридиан сердца тонкой кишки. Значит, у вас, соответственно, будет страдать сердце, будет страдать тонкая кишка, будут страдать зубы, будет страдать грудной отдел позвоночника, будет страдать так называемый плечевой пояс, то, что к сердцу прилегает. Или вот такая специфическая эмоция, как постоянная... Вот у него, вот понимаете, у этой эмоции какого-то названия на русском языке нет одного, ну, скажем так, постоянное прокручивание негативного мыслекомплекса о том, что вы находитесь в безвыходном положении. Вот вы ходите и думаете, что вы попали в такую ситуацию, когда выхода нет. Тупик. Но это тоже последствия психоза уже, когда человек начинает чувствовать вот это вот ощущение. Оно не бывает само из ничего. Я не знаю, вот смотри, мне кажется, что я психозом не страдаю, но, к сожалению, вот ощущение тупика в моей жизни постигало меня чрезвычайно часто. И я в соответствии с правилами желтого императора поплатился за это поражением меридиана поджелудочной железы селезенки. Тебе надо было, соответственно, с правилом Лао Цзи лучше забить на все это дело. Совершенно верно. Это все... Вот, молодец. Ну вот, значит, у меня, к сожалению, так получилось, что я забить своевременно не успел. Я очень много времени... Перечислился. Я очень много в своей жизни времени отдал пустым переживаниям по поводу того, что я в тупике и выхода нет. За то, сколько стихов написал. И у меня... За то, сколько стихов написал. Но у меня, к сожалению, панкреатит. Это имеет место быть, да? Поджелудочная железа. У меня поражение сосудов ног. Потому что, смотрите, человек думает, что он в тупике. Что это означает? Ему некуда идти. А идем мы благодаря чему? Идем благодаря ногам. Понимаете, да? Вот. И, наконец, последнее, что хочу сказать. Вот. Человек, который живет в течение многих лет в состоянии мучительного раздрая с самим собой и потерял ощущение единства своей личности, да? То есть он не знает, он не может принять решение, понимаете? Он не знает, куда идти, туда или сюда. Это сделать или не это сделать. У него внутри как бы постоянно борются две личности, а то и больше. Этот человек поражает меридиан перикарда трех обогревателей. И у него, соответственно, тяжело подорвана иммунная система. И он страдает. Он может получить заболевание крови. Ну, поэтому у нас все творческие люди, скорее всего, очень больны. Потому что просто все, что перечисло, ты свойственные творческие люди в первую очередь. Совершенно верно. В первую очередь. Потом менеджер. Поэтому если увидите человека с падением иммунитета, как правило, он живет долгое время в состоянии мучительного внутреннего раздрая. Отсутствие единства. Отсутствие самоидентификации своей личности. Вот это, конечно, не все. Я просто какие-то основные, так сказать, вещи назвал, да? Но, так сказать, еще раз хочу, чтобы вы поняли. Значит, смотрите. Значит, китайцы утверждают, древние китайцы, и лично я с ними согласен, что любое заболевание тела имеет в своей основе длительно переживаемую и подавляемую негативную эмоцию. Вот тут я что хочу сказать. Опять же, если вот все это проанализировать, то можно прийти к этому заключению, которое давным-давно уже выведено, что в основном большинство этих проблем ложится на мужчин, потому что женщины чаще вербализуют все эти проблемы, а мужчины чаще все подавливают. Возможно. Поэтому, наверное, мужчины живут у нас в процентах на 15-20 меньше женщин. Возможно. Возможно. Трудно с этим спорить, потому что женщина – существо более органичное, более устойчивое, чем мужчина. Более сложное. Более сложное. Более высокое. Поэтому у нее больше точек опоры в этом мире. И главное, вот именно с точки зрения опять же Лао Цзэна поступает абсолютно правильно. Потому что любая женщина, когда испытывает некую негативную или какую-то другую эмоцию, что она делает? Она тут же устраивает, ну, чаще всего, какой-то мини-скандал. Ну, да. Она пытается... То есть не держит в себе. Да. Либо это крик, либо это слезы, либо это какой-то попытка тут же выяснить ситуацию. Сбрасывает эмоцию. Мужчина чаще всего давит в себе и может месяцами в себе таскать. Чем называются все соматические проблемы? Совершенно верно. Значит, для чего это важно? Для чего это нужно знать, на мой взгляд? Потому что, скажем, вся современная западная медицина построена на том, что мы лечим тело. Сначала мы принимаем лекарства, пытаясь поправить функцию страдающего органа. Потом, когда видим, что лекарство уже не помогает, мы начинаем резать человека. Ну, я бы сказал, не западная, скорее, а современная традиционная медицина. Традиционная. То, что уже после Парацельса началось. Медикаментозная, господи. Медикаментозная, да. То есть, обычная вот эта вот, значит, наша медицина, к которой мы прибегаем чаще всего, она лечит тело, понимаете? Хотя любой доктор, на самом деле, который проработал в медицине много лет, он знает, что, скажем, такая вещь, как депрессия, которая вещественного субстрата в теле не имеет, является матерью множества телесных соматических недугов. Поэтому это нужно знать для чего? Чтобы вы, страдая, не дай бог, каким-то заболеванием, проанализировали свое поведение, свою жизнь, определили, какая негативная эмоция вызвала вот эту цепь, так сказать, поражений, и лечились не только таблетками или скальпелем, то есть лечили не только тело, но и пытались предпринимать какие-то меры для того, чтобы исправить эту тяжелую ситуацию с негативно переживаемыми эмоциями. Очень часто следует такое возражение на этот счет, что вот, ну ладно, вы говорите о людях, которые прожили какую-то жизнь, о дети новорожденные. Вот когда ребенок рождается с каким-то телесным недугом, он же не успел еще никаких эмоций, так сказать, почувствовать. Подряд как получил. Решен, наверное, тут ответ ясен, да? Потому что то, что мы называем наследственными заболеваниями, на самом деле, есть отголосок тех мучительных переживаний, которые испытывала мама или папа этого ребенка. Или дедушка. Это же, вот не даром же в Библии, да будет проклят род твой до седьмого колена. Представляете? До седьмого. Это же не с потолка взято. А если, кстати говоря, значит, смотрите, если одно поколение 25 лет, 25 умножаем на 7, получаем потрясающую цифру 175 лет, это означает, что каждый из нас, если этому правилу следовать, несет на себе эмоционально-психический отголосок 175-летней истории нашего рода. То есть это все, как бы, на этот вопрос легко ответить, почему дети. Дети здесь в данном случае, в кавычках, платят за родителей. Да? Вот. Поэтому самое важное, что сегодня мне бы хотелось вам сказать, это вот именно та мысль, довести до вас ту мысль. Обращайте внимание, когда вы больны не только на ваше тело. Обращайте внимание, когда вы больны на вашу душу. Подумайте. Посмотрите на окружающих, на близких, на родных. Посмотрите на себя со стороны. Постарайтесь определить, какая негативная эмоция владеет вами. Что привело к поражению соответствующего органа или соответствующей какой-то целой системы органов. Здесь важно вот что понять. Когда человек испытывает негативную эмоцию эпизодически, эпизодически, это невроз. Но если он испытывает ее постоянно, это уже грозит формированием характера. В том числе и психотического характера. А вот тут я уже на бытовом уровне хочу сказать. Вот есть такой хороший пример. Очень часто люди, там мужчина и женщина, предположим. Возьму именно мужчину, женщину, семейную пару. Не буду брать им более широко, там течи, там свекрови и так далее, там дедушек, бабушек. Вот они живут вместе. У них, они когда-то думают, что они любят. Потом эта любовь так называемая окончилась. И они терпят друг друга уже много-много лет. Почему? Сперва они там врут друг друга, что из-за детей, потом из-за квартиры, потом еще из-за чего-то. Это ложка. И что-то не устраивает. И вот они вызывают у себя такие болезни, убивая себя и друг друга. Совершенно верно. Поэтому сразу могу призвать одно. Если вы чувствуете, что вас ничего с этим человеком вместе не держит, разводитесь. Это однозначно. Точно. Вот я поддерживаю. Не обманывайте себя и другого человека. Вы гробите и себя, и его. Точно. Не надо обманывать. То, что мы там живем, родители, это глупость. Дети никогда не вырастут здоровыми, если видят нездоровую атмосферу между мамой и папой. Если они видят, как папа и папа, не то что... Папа и мама не то что ненавидят, они любят друг друга. Они вырастут в атмосфере нелюбви и не научатся любить никогда. Точно. То есть вы же воспитываете детей своим примером. Если вы живете не любя друг друга, любовь это очень абстрактное понятие. В данном случае я говорю, что, прежде всего, уважая и желая быть друг с другом. Я называю вот это. Не называя то, что там люди вот эту вот страстную любовь, она обычно бывает очень недолго и быстро проходит. И чаще всего она как раз не несет в себе это инструктивы. А я говорю, вот именно желание быть друг с другом, когда ты хочешь к нему приехать, когда тебе без него скучно, когда тебе без него плохо. Вот когда вы так не живете, то вам нет смысла тратить свою жизнь, свою энергию и убивать себя и другого. Потрясающий по силе шекспировский по сути монолог. Вот я, например, вот продолжая этот вот страстный шекспировский монолог Андрюше, хочу сказать, что у меня вот даже сформировалось, знаете, какое правило? Правило разврата я его называю. Вот я называю развратом три вещи. Жизнь с нелюбимым человеком, жизнь в нелюбимой стране и работа на нелюбимой работе. Вот эти три вещи для меня разврат. А то, что обычно называют разврат, для меня просто сексуальная физзарядка. К сожалению, третий разврат, работа на нелюбимой работе для России, к сожалению, именно для России, она очень традиционная. Согласен. Потому что многие хотят чем-то заниматься, но именно это что-то не приносит здесь прибыли. Но надо стараться, Андрюш, понятно. Чтобы разврата было меньше. Да, понятно, мы не на облаке живем, мы не ангелы. Надо стараться, чтобы вот этих трех моментов ужасных в вашей жизни не было. Вот, собственно, и все, что я хотел сегодня сказать. Если вы почитаете книжки, хотя бы мимолетом перелистаете, скачаете их с интернета, вы очень много интересного узнаете. Особенно вот книга «Малкин и пых», это вот такой прям о том, и читаешь, как роман, так много нового узнаешь. Поэтому мучительно хочется выпить. Да. А то, что ты все время слышишь, что-то гремит, не бойтесь. Это метро, он над нами сверху ездит. Это не метро, это наши мысли в голове. Он вообще, знаете, вот у него тяжелое такое поражение, он не может отличить внешний источник беспокойства от внутреннего. Ну, ты так вкусно говоришь. Я так люблю. Поэтому, чувствуя внешний источник беспокойства, я мучительно хочу выпить. Потому что только так можно ему рот закнуть. Я мучительно хочу выпить и пожелать вам испытывать только положительные эмоции, не попадать в плен негативных эмоций и переживаний. Будьте здоровы. С Днем Святого Валентина. С началом, с наступающими праздниками. Счастья вам, здоровья. И знаете, что хочу? Пишите комментарии, пожалуйста. Нам без ваших комментариев очень плохо. Мы не можем понять вообще, мы нужны или нет, если вы не пишите комментарии. Ладно? Лыхаем. Лыхаем. И будьте здоровы. И будьте, так и вы все, трижды здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok